Bad Bad Boy Всем привет! Ну и сегодня мы поговорим о музыке, а точнее о таком исполнителе 90-х, как Доктор Албан. Изначально темнокожий певец и не думал, что его биография будет творческой. Артист мечтал стать врачом. Албан до сих пор с любовью вспоминает о несбыточной профессии, ведь не зря он называет себя доктором. Албан Узома Нвапа родился 26 августа 1957 году в Нигерии, в городе Агутте, расположенном в штате Адамава. Там Албан и провел большую часть своей юности. Мальчик вырос в семье среднего достатка, помимо него в доме воспитывались еще 10 детей. Отец детей работал стоматологом, был гражданским активистом и слыл набожным человеком. Нвапа старший мечтал, чтобы продолжатели рода не знали бедности и получили должное образование. Впрочем, так и случилось. Братья и сестры Албана самостоятельно сделали профессиональную карьеру. По слухам, одна из сестер артиста работает бухгалтером нигерийского консульства. Известно, что будущий исполнитель популярных хитов получил среднее образование в филиале католического колледжа Крист Зе Кинг, который находился в Нигерии. Там энергичный юноша слушал лекции не только по гуманитарным и точным наукам, но и изучал богословия. В юношестве Албан не постигал азы музыкального искусства, а тягу к творчеству расценивал как хобби. По крайней мере, темнокожий парень и не думал о профессии популярного артиста. По слухам, Нвапа обожал слушать песни нигерийского мультиинструменталиста Фелла Кути и влиятельного деятеля поп-сцены Джеймса Брауна. Сложно поверить, что изначально звонкоголосый красавец мечтал о карьере врача. В 23-летнем возрасте молодой человек хотел пойти по стопам отца и с усиленным рвением постигал таинство профессии дантиста и изучал научную литературу. Поэтому будущий артист из солнечной страны отправился в холодный и дождливый Стокгольм, дабы поступить в медицинский вуз. Так как денег на учебу молодому студенту не хватало, творческое хобби Албана стало средством для заработка. Харизматичный парень подрабатывал диджеем в столичном клубе Алфавит Стрит, где и начал проявлять певческий потенциал. Дело в том, что Нвапа попутно записывал песни и зачастую включал их на танцевальных вечеринках. Поэтому стал пользоваться популярностью у завсегдатаев шведских дискотек и тусовок. Несмотря на ночной образ жизни, талантливый нигериец не имел сложности с учебой. Наоборот, Албан закончил вуз и устроился в клинику как практикующий стоматолог, где на протяжении трех лет лечил зубы пациентов. Тем не менее, продолжал ставить пластинки на танцевальных мероприятиях. Изначально незаурядный талант Нвапы заметил диджей Рене в 90-м году. Экстравагантный парень знакомится со шведским продюсером Денис Поп, который работал под музыкальным лейблом Sui Mix. Да, Кристер Волле и королева рэп-музыки Лейла Ки предложила кореглазому красавцу выгодное сотрудничество. И благодаря совместным усилиям у Албана родился дебютный альбом Hello Africa, представляющий собой микс из зажигательной музыки и этнических традиций Африки. Примечательно, что первый диск певца разошелся миллионным тиражом по всему миру. В 92-м году у нигерийца выходит второй альбом One Love, который побил рекордные продажи дебютной пластинки. По оценкам экспертов, всего было продано около полтора миллиона экземпляров. Албана стали узнавать на улице, а хит It's My Life стал бессмертным. Действительно, этот трек и клип бешено ротировались на всех радиостанциях и музыкальных каналах Швеции, Великобритании, Франции, Австрии, Германии и других стран. Ну и конечно же у нас. It's My Life зачастую использовался не только на танцевальных вечеринках, но в рекламных роликах и кинолентах знаменитых режиссеров. Даже спустя много лет Албан не против исполнить визитную карточку со сцены, так как этот трек и его ремиксы до сих пор являются любимым у ценителей дискотек 90-х. В 94-м году выходит сингл Let the Beat Go On. В том же году Албан радует поклонников пластинкой Look Who Talking, а два года спустя выпускает альбом Born in Africa. По подсчетам в 94-м году певец продал около 5 миллионов копий альбомов и 6 миллионов синглов. Примечательно, что в танцевальных хитах Анвапа используют скрытый посыл. Большинство песен темнокожего артиста имеют смысл. Албан обращает внимание публике на такие глобальные проблемы, как бедность, наркомания, расизм и политические распри. Сингл No Cock, что в переводе означает «нет кокаину», является иллюстрацией шведской компании, выступающей против наркотиков. В 2015 году Албан сделал подарок фанатам и выпустил сингл Hurricane. А в 2016 году Албан продолжил выступать на концертных мероприятиях со знаменитыми песнями и новыми хитами. Личная жизнь доктора Албана – это загадка для журналистов. Известно, что певец – любящий отец и примерный семьянин. Мужчина воспитывает двух дочерей, которые тяготеют к творчеству. Примечательно, что темнокожий мужчина стал папой только в 48-летнем возрасте. По мнению Албана, этому есть вполне логическое объяснение. Певец считает, чтобы завести детей, нужно заранее позаботиться о будущем наследников. О дочках и жене артист предпочитает лишний раз не рассказывать. Еще стоит отметить, что доктор Албан приходится родственникам Рикарды Вельткин, участницы немецкой группы «Тик-так-то». У артиста есть страница в Инстаграме, куда он выкладывает фото из жизни и рабочие моменты. НВАПа имеет ярко выраженную гражданскую позицию, он участвует в выборах и затрагивает актуальные политические проблемы. Темнокожий певец ведет здоровый образ жизни. На своем столе он не приемлет алкоголь. По словам мужчины, лучший отдых после концертного выступления – это дружеские разговоры и крепкий сон. Сегодня артист живет в Швеции. В одном интервью исполнитель упомянул, что он трудоголик и любит работать. Еще Албан регулярно приезжает с гастролями в Россию. По мнению певца, ситуация в Российской Федерации за последние годы улучшилась. И это заметно. Два-три раза в год артист приезжает в Нигерию. У звезды там есть дом. И на родине, как говорит НВАПа, он отрывается по полной программе. Однажды в беседе у Албана поинтересовались по поводу расизма. Мужчина ответил, что ему плевать на чье-то мнение. Сам артист не раз сталкивался со скинхедами. Однако это не привело к каким-то серьезным последствиям. Кроме своей студии, доктор Албан владеет рестораном, клубом и недвижимостью на Черноморском побережье в Болгарии. Еще артист порой не отказывается выступать на корпоративах и других мероприятиях. С 2017 года фанаты артиста на просторах Ютуба могли увидеть клип, в котором некий автор объединил доктора Албана и группу Modern Talking. Но сегодня знаменитый певец продолжает появляться на сцене в различных странах мира. Как сказал сам исполнитель, с ним стареют и его поклонники, которые продолжают любить творчество кумира. Да, я помню на кассетах мы, конечно, заслушивали, так скажем, до дыр доктора Албана. Ну и если честно, я никогда не поверю. Вот разорвите меня на части, что в 90-х на пике своей популярности доктор Албан не пил, не курил и не пробовал кокаин или другие наркотики. Ну, по-моему, вся музыкальная и киноиндустрия этим баловалась, балуется и будет баловаться. Что касается доктора Албана, я скажу так, не особо мой, так скажем, любимый певец. Есть пара хитов, которые я слушаю, до сих пор гоняю на престарелом, так скажем, своем походном плеере. Ну, на этом все. Вот он такой доктор Албан. А был ли он вашим одним из любимых, так скажем, исполнителей 90-х? И какой у вас любимый трек у доктора Албана?